Добрый день всем моим подписчикам! И снова я выкладываю видео из Дахаба. На сегодняшний день я решил снять такое небольшое учебное видео как записать видео с качественным звуком шума моря. Для этого я использую цифровой диктофон Zoom H2N и выставляю ему следующие настройки. Вот их видно на экране. Я перевел его в режим MS-стерео и стереобазу выставил в ноль. Это значит, что у меня работает центральный микрофон и левый и правый работают под углом сейчас покажу. Вот левый и правый работают под углом 120 градусов. 120 градусов работа микрофонов. И я сейчас запишу видео именно с такой конфигурацией звуковой техники. напишу 0,580 yea wonders Второй режим. Режим, в котором я буду снимать и писать звук моря, это опять же режим MS. Переключатель по-прежнему находится вот в этом положении. Будут работать микрофоны, которые с вот этой стороны диктофона будут работать. Правый, левый микрофон и центральный. И в данном случае я стереобазу выставлю уменьшенную. Если до этого у меня было 120 градусов, то сейчас стереобазу я уменьшу. Я уменьшу стереобазу от 60%. Ага, вот сюда, вот в эту сторону. Я хочу поставить 30% стереобазу. Вот стереобаза 30%. Вот левый и правый микрофон и будем писать именно в таком режиме. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и еще один тест, который обязательно нужно сделать, поскольку данный диктофон снабжен еще стереомикрофонной системой, которая находится вот здесь, левый и правый. Два стереомикрофона, которые стоят под 120 градусов один к другому. Я переведу управляющий переключатель на режим стерео, левый и правый. Вот у меня этот режим указатель показывает на XY, стерео режим. На мониторе у меня светится XY стерео. И для того, чтобы писать, мне нужно микрофон разместить к источнику звука, то есть развернуть его в сторону моря. Вот таким вот образом. И выставить, поскольку я выставляю уровень записи вручную, я поставлю чувствительность где-то на 9. У нас как раз получится где-то минус 6 дБ при записи шума моря. И останется только нажать на play, сделать следующую запись, после этого все это прослушать и принять для себя решение, в каком же режиме лучше всего использовать этот диктофон для записи звуков природы, в данном случае шума моря. Смотрим видео, слушаем звук и дальше будет небольшой обзор с выводами, какой же из режимов мне понравился больше. А вы в комментариях можете написать свое мнение, если я где-то ошибся. Смотрим и слушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получился вот такой вот небольшой фрагмент по записи видео с качественным звуком. Я сегодня снимал море и записывал его шум, поскольку в Дахабе уже несколько дней достаточно сильно ветрено. И мне захотелось оставить это видео себе на память. Ну и заодно выложить его на канал Ютуба, чтобы мои подписчики, зрители посмотрели и составили себе впечатление, как же такой бюджетный комплект аппаратуры пишет звук совместно с видео. Что я могу сказать? Режим МС с расширенной стереобазой мне не понравился. То есть немножко звук не тот. Когда я стереобазу уменьшил, то есть более явно выраженно стал центральный микрофон работать, звук улучшился. Но все равно наиболее качественный результат, как для меня, для слушателя, представляется режим записи классического стерео. Когда здесь левый и правый микрофон по конструкции этого диктофона направлены под 120 градусов друг к другу и пишется достаточно хороший пространственный стереозвук. И если слушать это видео в наушниках, то вы сможете отличить существенную разницу. Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч. С вами был Андрей Матусевич. С приветом из Дахаба.